Хотите купить технику подешевле, но боитесь обмана? Приходите в Титан, проконсультируйтесь и покупайте с гарантией. Титан для всех и каждого. Кировские оперативники задержали в Самаре 34-летнего жителя Новосибирской области. Мужчина обманывал кировских пенсионеров. По телефону представлялся работникам банка и списывал с карт своих жертв деньги. Сейчас злоумышленник задержан, он подозревается в шести эпизодах дистанционных мошенничеств. Все подробности в следующем материале. Мне пришло смс-сообщение, что моя карта заблокирована. Думаю, как так заблокировано, если я еще как бы этой карточкой рассчитывалась буквально 10 минут назад. 64-летняя жительница Нововязка насторожилась, когда получила странное смс. Ничего не подозревающая пенсионерка позвонила по номеру, указанному в сообщении. На том конце провода мнимый работник банка подтвердил, что карта якобы заблокирована и сказал женщине, что нужно делать. Вы продиктуйте номер карты, а не мне. Ну я что, с простой души номер карты продиктовала. Просто вот, знаете, вот как вот это вот, какое-то затмение зашло в голове. Сейчас вот у вас, говорит, списание. Но вы на это внимание не обращайте, это мы просто проверяем. С карты потерпевшей списали 43 тысячи рублей. Незнакомец заверил женщину, что деньги вернутся, но этого не произошло. Тогда бабушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Как оказалось, по той же схеме машинник списал с банковской карты 60 тысяч у другого жителя Нововязка, 53-летнего мужчины. Таким же способом похитил 92 тысячи у 80-летнего пенсионера из Кирова-Чепецка. В МВД Алексея Кирова-Чепецка обратился 80-летний пенсионер, который пояснил, что ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение, содержащее информацию о том, что его банковская карта заблокирована. Перезвонив по указанному абонентскому номеру, ему ответил неизвестный мужчина, который пояснил, что он является работником банка и попросил звать реквизиты карты. По факту дистанционных мошенничеств возбудили уголовные дела. Оперативники вышли на след злоумышленника, а мужчину задержали в Самаре. 34-летний, ранее судимый безработный житель Новосибирской области, сдаваться без боя не собирался. При оказании активного сопротивления он был задержан, допрошен и дал признательное показание о совершении двух преступлений. Задержанный подозревается в шести эпизодах дистанционных хищений с банковских карт Кировчан. Мужчину проверяют на причастности к другим подобным преступлениям, в том числе в отношении жителей других регионов России. Расследование продолжается. Алина Котрихова, Место происшествия.